Привет всем! В сегодняшнем видео речь пойдет об выдающемся осетинском борце, представляющем сборную Узбекистана, который, наверное, был одним из самых талантливых представителей вольной борьбы за всю историю. Артуре Таймазове, чемпионе, ставшем трижды победителем Олимпийских игр, неоднократном победителе чемпионатов мира и чемпионатов Азии, что в то же время сделало его и одним из самых титулованных борцов-вольников в истории. Артур Таймазов родился в 1979 году в небольшом селе Нагир в Северной Осетии. С самого детства вместе со своими братьями он увлекался тяжелой атлетикой и вольной борьбой, на которой впоследствии и сосредоточился. А когда Таймазов уже стал показывать высокие результаты, то у него появился персональный тренер. Им становится заслуженный тренер Советского Союза, трижды лучший тренер мира, воспитавший многих прославленных борцов Казбех Дедихкаев. Первого значимого успеха Артур Таймазов достиг в 1998 году, когда он стал победителем на всемирных юношеских играх. В дальнейшем регулярно принимал участие в молодежных и взрослых соревнованиях по вольной борьбе, проявляя заметный прогресс и уверенно идя к поставленной цели – Олимпийским играм. В 2000 году в составе сборной Узбекистана Таймазов отправился на Сиднейские Олимпийские игры, где выступал в весовой категории до 130 кг. Блестяще двигаясь по турнирной сетке, 21-летний Таймазов успешно добрался до финала Олимпийского турнира. В финале его соперником стал российский борец Давид Мусульбес, который, будучи более опытным, оказался и сильнее. После неудачного финального Олимпийского поединка в дальнейшем Артур Таймазов стал победителем и призером на нескольких важных континентальных и мировых турнирах. Так, например, в 2001 году он вновь взял серебро, но уже на чемпионате мира в Софии. Правда, в финале проиграл тому же Мусульбесу. Зато через год на азиатских играх в Пусане, Южная Корея равных Таймазову не было. А в 2003 году он в первый раз в своей соревновательной карьере завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Нью-Йорке, победив в финале американского борца Кэрри Маккоя. Благодаря этой победе на последующие Олимпийские игры 2004 года Артур Таймазов отправился в статусе фаворита. На этих играх он представлял сборную Узбекистана, уже весовой категории до 120 кг. Как и в прошлый раз, Таймазов снова дошел до финала, но на этот раз уже стал победителем Олимпийских игр, победив иранца Али Резу Резайи. Готовясь к очередному главному турниру четырехлетия, в 2006 году Таймазов вновь стал чемпионом мира и чемпионом азиатских игр. Ну а на Пекинских Олимпийских играх 2008 года наш сегодняшний герой традиционно дошел до финала турнира. Где победил россиянина Бахтияра Ахмедова, став уже двукратным олимпийским чемпионом. Но после Пекинской Олимпиады у Артура Таймазова началась черная полоса. У него накопилось достаточно большое количество серьезных травм, через что ему пришлось пропустить весь следующий сезон и вернуться на ковер только в 2010 году. Правда, 2010 год для Таймазова стал также не самым успешным. Ему не удалось завоевать очередное золото чемпионата мира. В финале этого турнира он уступил российскому борцу Белялу Махову. Однако в 2011 году Таймазов выиграл чемпионат Азии. На Лондонские Олимпийские игры 2012 года Таймазов приехал в статусе одного из фаворитов турнира. Он вновь уверенно дошел до финала, где встретился с грузинским борцом Давидом Монзанашвили. Этот поединок Таймазов также выиграл и снова стал олимпийским чемпионом. Благодаря этой победе Артур Таймазов сумел стать одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. До него трижды завоевывали олимпийское золото по вольной борьбе только советский борец Александр Медведь и российский борец Бувайсар Сайтиев. Спортивная карьера Артура Таймазова запомнилась также и не очень приятными моментами. Он был пойман на употреблении запрещенных препаратов, в результате чего его лишили сперва олимпийской золотой медали 2008 года, а потом и еще одной золотой медали Олимпийских игр 2012 года. Таким образом, Таймазов является единственным борцом в мире, кого лишили двух олимпийских медалей. Но несмотря на эти неприятности, борец смог остаться кумиром и примером для многих молодых борцов во всем мире, которые его уважают и стремятся ему подражать. Ведь если говорить честно, в профессиональном спорте запрещенные препараты принимают все, но не всех ловят. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok